Технология ведения строительных работ стала причиной беспокойства жителей целого микрорайона. Между 15-й поликлиникой и военкоматом возводят две многоэтажки. Все бы ничего, но вот опираться будущие здания будут на бетонную подушку. Дело в том, что местность тут болотистая, и в 76-м году, рассказывают жители, их дома возводились на сваях. Теперь опасаются, что под давлением бетонной подушки вода из-под новостроек хлынет к их домам. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вот теперь они строят эти два дома по китайской технологии, как они говорят. Они залили фундамент бетоном. Насколько я понимаю в этом, что все болото, оно пойдет все в разные стороны. Потому что они довольно глубоко вырыли, залили бетоном. И я думаю, что не только я, все люди знают, что значит эта вода пойдет во все стороны. Благодаря проекту на связи с губернатором жители озвучили свои опасения и надеются быть услышанными. Получить ответы на свои вопросы, в том числе касаемо благоустройства дворовых территорий. Во главе угла разбивка полисадников, уборка придомовой территории, опиловка деревьев и строительство детских площадок. Контроль за тем, чтобы работы проводились в срок, осуществляет общественный совет микрорайона. Дом выиграл программу «Двор, в котором мы живем». В данный момент там ведется реконструкция двора, то есть обустройство полностью дворовой территории, замена освещения, укладка асфальтового покрытия нового, то есть, соответственно, благоустройство сцены и калды для игры детей в хоккей, то есть зимний период времени. Аналогичные работы до конца лета проведут еще по двум адресам – Старозагора 56 и 64. Такая оперативность стала возможна благодаря тесной работе общественного совета и жителей. Близкая власть – основная цель реформы местного самоуправления, которая активно проходит в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созиданий на выборах в районной советы депутатов.